Польша является членом многих международных организаций. Рассмотрим истории и позиции страны в них. Организация объединенных наций была создана после Второй мировой войны. Ее целью является решение международных конфликтов путем мирных переговоров, предотвращение мировых и локальных конфликтов, умы жертвам природных катастроф, а также защита прав человека. К этой организации принадлежат практически все страны мира. Польша с 1945 года является членом ООН. Страна активно принимает участие в политических инициативах, мероприятиях по организации гуманитарной помощи и миротворческих военных миссиях в разных регионах мира. На собраниях ООН Польша продвигает идеи развития демократии, соблюдения прав человека и охраны природы. Совет Европы. Это международная организация, объединяющая европейские государства, целью которой является уважение верховенства права, парламентской демократии и охраны прав человеком. После 1989 года Польша вернулась в семью демократических государств и начала интеграцию с институтами западного мира. Первым этапом было присоединение Польши к Совету Европы в 1991 году. Организация Североатлантического договора, НАТО, является оборонным союзом демократических государств, которые на протяжении Холодной войны были противовесом Варшавскому договору – военно-политическому союзу стран коммунистического блока. Польша находилась в Варшавском договоре с 1955 года. Когда в 1989 году пала Берлинская стена, а два года спустя распался Советский Союз, Польша нуждалась в политической и военной безопасности. Интенсивные дипломатические трансформации, реформирование военных сил и изменения в законодательстве способствовали тому, что в 1999 году Польша вместе с Чехией и Венгрией стали полноправными членами Североатлантического альянса. Вышеградская группа Неформальная группа четырех стран Центральной Европы – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Группа была создана в 1991 году в венгерском городе Вышеград. Называлась в это время «Вышеградским треугольником», так как создание произошло еще перед распадом Чехословакии на два независимых государства. Целью Вышеградской группы является углубление сотрудничества между членами в экономической, политической и культурных плоскостях. Единственным институтом группы является Вышеградский фонд, финансирующий культурные и образовательные проекты. Президенты стран-участников собираются раз в год, чтобы обсудить актуальное положение дел в регионе и выдвинуть новые инициативы. Вступление Польши в Европейский Союз было завершением больших государственных, политических и экономических перемен. Уже в 1994 году Польша начала стремиться к членству в Евросоюзе. В 1998 году начались официальные переговоры. Спустя пять лет Совет Европейского Союза и Европарламент утвердили договор о присоединении. 1 мая 2004 года Польша окончательно была принята в Европейский Союз. В этот же день были приняты Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Мальта и Кипр. Это было самое большое расширение Европейского Союза за всю его историю. После вступления в Евросоюз Польша получила большие дотационные квоты, предназначенные для сельского хозяйства, обустройство инфраструктуры и реализации общественных программ. Польша приложила большие усилия и внесла потенциал в развитие общего европейского рынка. К тому же Польша является шестой по величине страной Европейского Союза. После вступления в Евросоюз возрос уровень жизни поляков, снизилась безработица. Благодаря открытию границ поляки получили возможность работать во всех странах Европы. Продолжение следует... Продолжение следует...